Итак, эксклюзивное видео оказалось в пользовании редакции новостей нашего города. Оперативная съемка ОБЭП, на которой закрытие очередного нелегального игрового клуба. На этот раз по изыскателям. Ирина Потехина изучила материалы и ей слово. Ну что, выиграли что-нибудь, а? Миллион. Давай я хочу, чтобы миллион выиграл. Вот уж точно, кто оказывался в выигрыше в этом заведении, так это тот, кто в маленькой обшарпанной коморке собирал и забирал все, что просажено в нечестной игре. Мелочевки в виде десяток или сотенных купюр в этой пачке не наблюдается. По отчетам полицейских, самые скромные доходы владельцев казино в день превышают десятки тысяч рублей. Мы проводили анализ изъятого игрового оборудования. В среднем где-то изымается с одной точки около 30 игровых аппаратов. Которые приносят, бывают, были такие случаи, где в день доход составлял около 700 тысяч рублей. То есть это периоды получения зарплат. Пошли, проигрались туда. Ну а так минимум 50 тысяч, наверное. В этом году в Ноябрьске сотрудники отдела экономической безопасности пресекли деятельность порядка 20 нелегальных игровых клубов. На уничтожение отправили около полутора тысяч автоматов. А впечатление такое, что армия железных и одноруких не уменьшается. Причем игровые клубы, по словам АБЭПовцев, они зачастую закрывают в одних и тех же проблемных местах. Нечистоплотным бизнесменам хватает недели на то, чтобы казино, из которого изъяты все игровые автоматы, было оборудовано снова и начало приносить прибыль. Есть такие проблемные точки, где постоянно заезжают новые. Мы оттуда своими методами их выселяем, проводим там беседы, которые, конечно, малые приносят результаты. Самая действенная мера – это изъятие игровых автоматов, изъятие преступного дохода и привлечение к административной ответственности. Еще лучшая мера, на мой взгляд, это привлечение к уголовной ответственности в рамках уголовного дела. Один игровой автомат стоит от 5 до 30 тысяч рублей. Деньги, потраченные на приобретение 30 автоматов, хозяин отбивает дня за три, а дальше работает только на прибыль. В общем, административный штраф размером в 5 тысяч рублей не в силах отрезвить особо заигравшихся с законом бизнесменов. А привлечь к уголовной ответственности за организацию нелегального казино – это почти что высший пилотаж в борьбе с экономическими преступлениями. Тем не менее, в декабре этого года впервые на Ямале полицейскими Ноябрьска отправлены в суд сразу два подобных уголовных дела. Доказывать тяжело, эта статья сама по себе специфична и требует значительных затрат, родовых ресурсов и временных ресурсов для доказывания. Ну и введена она совсем недавно, практики еще нету по доказыванию практически, поэтому в этом плане мы, может быть, даже первооткрыватели. От определенной суммы уголовной ответственности доход должен быть свыше полутора миллионов рублей или я ошибаюсь? Часть первая свыше полутора миллионов рублей, часть вторая свыше шести миллионов рублей. Это сумма преступного дохода. А все, что меньше? Все, что меньше, это уже административное правонарушение. Ну и последнее. В азартном бизнесе, как и в любом другом, работает главное правило. Спрос определяет предложение. И пока есть такие, кто даже во время визита полицейских не может оторваться от автомата и при этом ничем не рискует, шоу будет продолжаться. У меня отразите копию. Зачем вам копия? Если вы подсердите, буду показывать, мне оно, хрен, на память. Чтобы я потом показывал, что свой внуки, да, мне подсердите, пока я говорю. Ирина Потехина, Александр Паханов. Новости нашего города.